Всем привет! Я на канале MarsLife. Сегодняшнее видео я поделюсь с вами последними новостями, которые происходят сейчас в Чехии. Сегодня 17 мая, это значит, что сегодня последний день чрезвычайного положения в Чехии. Что будет за ним дальше, сейчас все расскажу и поделюсь. Так что не переключаемся, смотрим до конца. Итак, воскресенье 17 мая станет последним днем чрезвычайного положения в Чехии, Республики, объявленного правительством еще в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Андрей Бабич решил не выступать с предложением о продлении данного положения в государстве сразу по нескольким причинам. Значит, первая причина. В стране весьма благоприятная эпидемиологическая ситуация. На протяжении двух недель ежедневный прирост числа новых случаев заболевания не превышает 100 человек в день. Второе. Это соблюдение дальнейших ограничительных мер будет проходить в рамках кризисного закона. Для жителей Чехии это означает одно. Осталось дождаться последнего этапа по ослаблению введенных в стране карантинных мер, запланированного на 25 мая. И тогда жизнь в стране по-настоящему вернется в прежнее русло. Ну, а там посмотрим, конечно, как она будет. Все ждут 25 мая, потому что с понедельника 25 мая правительство отменит большинство мер, которое оно приняло в середине марта из-за распространения коронавируса. Перечислю сейчас эти важные пункты. То есть для чехов это очень важно. Первое. Это рестораны и кафе. Откроются внутренние помещения ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. Рестораны, бары и другие заведения могут быть открыты до 11 часов вечера. С 11 часов вечера до 6 утра продажа будет доступна только через окно. Начнутся массовые мероприятия. То есть будут разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек, включая спортивные мероприятия. Если обстановка не ухудшится, то с 8 июня разрешенное количество участников будет до 500 человек, а с 22 июня до 1000 человек. Начнут работать полноценно замки и зоопарки. То есть люди смогут посещать замки при условии наличия масок и соблюдения дистанции 2 метров. Аналогичные условия будут распространяться на посетителей зоопарков и ботанических садов, внутренние помещения которых также будут открыты для посетителей. Будут работать бассейны и сауны. Посетители должны соблюдать дистанцию 2 метра и носить маску в помещении. Как это, конечно, будет, я не представляю себе. Однако в воду можно заходить без маски. Уже хорошо. Так же, как и лежать на шезлонге. Владельцы должны обеспечить регулярную чистку и дезинфекцию бассейна. Для сауны и оздоровительных процедур обязательно дезинфекция рук. Люди также смогут снова начать пользоваться раздевалками, туалетами и душевыми. Так же будут открываться летние лагеря. В Чехии здесь это популярная очень ситуация, когда летом детей отправляют в лагеря. Лагеря будут принимать до 300 человек. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, Министерство здравоохранения намерено увеличить эту цифру до 500 человек с 8 июня. Также будут разрешены посещения больниц и домов престарелых, посещения начальной школы. Ученики начальных классов также вернутся в классы, однако в классе не должно быть больше 15 учеников. Кроме того, их посещение будет добровольным и, следовательно, зависит от решения родителей. Государство будет выплачивать пособия родителям до 30 июня, независимо от посещения детьми школы. То есть, кто не в курсе, сейчас родители могут оставаться с детьми, школа не работает, естественно, и государство оплачивает 60% их средней зарплаты этим родителям, которые отсутствуют на работе за присмотром детей. Ну и самая основная новость, это обязанность носить маски. С 25 мая также будет разрешено выходить на улицу без маски. Однако придется держаться на расстоянии не менее 2 метров от людей, которые не живут в одном домохозяйстве. По словам премьер-министра, обязанность носить маски в общественном транспорте и в закрытых помещениях сохранится. Касательно общей ситуации с масками, скажу так, в нашем городе все маски носят, на улице, в принципе, уже можно маску снимать, маска висит там на подбородке. Помещение, общественный транспорт, когда заходим и работаем, все в масках обязательно. В Праге уже люди там один через один могут ходить и без маски, но опять же, она висит реально на подбородке. Следующая новость, которую я бы хотел с вами поделиться, это открытие границ. То есть Австрия уже открыла границу с Чехией сегодня, ночью 17 мая. То есть Австрия открыла все пункты пересечения границ с Чехией, Словакией и Венгрией в ночь на 17 мая. Полное открытие границ запланировано на 15 июня. Это в первую очередь должно упростить жизнь людям, которые ездят на работу в соседние страны. Проверки со стороны органов здравоохранения и полиции будут менее частыми и случайными. В субботу также стало известно, что спустя почти три месяца Италия отменит все ограничения на передвижение, связанные с пандемией коронавируса. И 3 июня откроет свои границы. С начала июня жители стран Шиньенской зоны, в том числе граждане Чехии, также смогут свободно ездить в Италию. Двухнедельный карантин для них больше не будет обязательным. Так что такая вот новость. Соответствующее решение приняло правительство страны. Германия и Швейцария также начинают ослаблять меры на пограничных переходах, и контроль там будет выборочным. Первая в Европе об окончании эпидемии сообщила Словения. Эта страна откроет границы с соседними странами в конце мая. Путешественники, приехавшие в Словению из стран ЕС, не должны будут находиться неделю в карантине. Также с 9 мая туристы могут пересечь границы с Хорватией, если у них есть подтверждение брони в отеле или пансионате. Так что, ребята, все потихоньку восстанавливается. Следующая новость, с которой я хотел с вами поделиться, это новое правило продления чешских виз для иностранцев после 17 мая. Министерство внутренних дел Чехии представило актуальную подробную информацию о новых правилах продления виз и ВНЖ в период с 18 мая по 16 июля 2020 года. Сразу хочу сказать, это касается в основном тех людей, которые здесь по долгосрочной визе, то есть по 2-годичной карте. Это не касается краткосрочных виз, это не касается тех людей, которые сейчас имеют просроченные визы, без виз. Вся информация по вам была ранее, можете пересмотреть эти все видео. Значит, что здесь интересно в этой новости, то есть личное посещение МВД. С понедельника 18 мая можно записаться в МВД на подачу на продление ВНЖ и визы. Визы не краткосрочные, а временные визы. Эта виза нужна с целью выезда из страны, только в исключительных ситуациях для сотрудников критической инфраструктуры, по необходимости госорганов и так дальше. Так что, по живой очереди подать заявление нельзя, вплоть до 16 июля. Возможно, живой очереди и вовсе не будет в этом году. Все так вот работает. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Записаться на посещение МВД можно по телефону или на сайте МВД с любым типом обращений, кроме следующих исключений. Продление ПМЖ, заявление о потере или попреждении документов, заявление об изменении адреса семейного положения, изменение паспорта и других изменений, подача заявления о проведении изменений в документах или о выдаче нового документа, биометрии взамен утерянного и испорченного. Все эти вопросы необходимо решать исключительно почтой. Живая очередь работает только для следующих обращений. Выдача временной визы, как ранее сказал, но она не касается, временная виза не касается всех работников по краткосрочной визе. Выдача депортаций, получение корреспонденции от МВД, в случае вызова иностранца в МВД для предоставления паспорта, подача заявлений на ПМЖ, ВНЖ или долгосрочную визу для ребенка, родившегося на территории Чешской Республики. Следующий вопрос, с которым хотел тоже поделиться. Есть такая статья, как иностранцу вернуться в Чехию. Так вот, ребята, согласно инфициальной информации Министерства внутренних дел Чешской Республики, иностранные граждане с долгосрочными визами не могут по прибытию в Чехию отправляться на карантин сроком на 14 дней. Это хорошая новость для тех, у кого уже есть долгосрочные визы, они уже вклеенные, и они должны только приехать сюда, в Чехию. То есть, всех иностранцев с долгосрочными визами впустят в страну только при условии наличия теста на коронавирус с негативным результатом. При этом тест должен быть сделан не позднее 4 дней. Говорилось тоже это все ранее, поэтому для всех, кто имеет долгосрочную визу и планирует ехать в Чехию, нужен только тест коронавируса с отрицательным результатом, и тогда никаких карантинов ничего не будет. Иностранные граждане с действительными ВНЖ и ПМЖ, то есть уже у кого есть рабочие карты, и вдруг вы там сейчас находитесь в Украине или в других странах, могут прилететь в Чехию без теста на коронавирус, но с условием дальнейшего карантина на 14 дней. Важно, при условии отсутствия справки иностранцам не позволяет передвигаться общественным транспортом, чтобы добраться из аэропорта домой. Потребуется личное авто иностранца или его знакомых, друзей и семьи. То есть вот такая вот информация. Ну и еще одна хорошая новость. С 18 мая чешские авиалинии уже будут начинать вылетать по разным странам, по разным городам. Киев стартует с 24 мая, Одесса с 25 мая, тоже говорилось ранее в прямых эфирах. Чешские авиалинии также представили актуальные правила перевозки пассажиров во время пандемии коронавируса. То есть есть несколько пунктов. Обязательное использование маски – это первый пункт, исключение дети до двух лет. Второй пункт. При входе и выходе из самолета необходимо соблюдать безопасное расстояние в 2 метра. В эконом-классе место посередине будет свободным только в случае неполной загрузки самолета. В бизнес-классе место посередине будет свободным вне зависимости от загрузки самолета. Оплата покупок на палубе самолета только бесконтактным способом, то есть карточкой либо телефонами. Еда и напитки для пассажиров эконом-класса возможно будут ограничены. Для бизнес-класса ограничений не будет. Маску снимать можно только на время приема пищи и настоятельно рекомендуется делать онлайн чек-ин. То есть это регистрация онлайн. Так что вот такие вот новости. Ну а что будет в реальности дальше? После 17 мая будем, конечно, смотреть на своем примере. Как оно будет, как будет происходить работа, как будет реально воплощаться в жизнь эти все меры, которые нам озвучивает правительство Чешской Республики. Ну а вам рекомендую оставаться на нашем канале, быть подписанным на канал, кто еще не подписался. Если информация была для вас полезна, ставить лайки. Ну и делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Всем спасибо за внимание, за просмотры и всем пока!